Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, ваш персональный финансовый советник и основатель онлайн-школы по личным финансам на www.bomanschool.ru. Вы забросали меня в комментариях вопросами. Наталья, а что делать? Уже рынки достаточно вроде бы отросли, но вроде бы грядет вторая волна ковида. Облигации, к сожалению, имеют доходность ниже плинтуса. Золото штурмует новые и новые высоты и возникает вечный вопрос, куда бежать и, собственно, куда вкладывать деньги. И я решила, что одна голова хорошо, а две лучше. И по поводу актуальных, интересных инвестиционных идей и вообще понимания, что творится на рынке, я решила сегодня порассуждать не одна сама с собой, а с приглашенным гостем. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Белоусов, управляющий партнер United Traders. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что согласились прийти. Здравствуйте, Наталья. Сразу для моих подписчиков немного о United Traders, потому что не все знают, что это. То есть это что? Это брокерская компания, это marketplace, это консалтинговая компания, как-то она регулируется с точки зрения российской или не российской, если актуальной юрисдикции. И чем она, собственно, занимается? Ну, кратко. Попробую кратко. Собственно, United Traders. Мы знаем, как зарабатывать на инвестициях и называем эти инвестиции «На шаг впереди». Знаем и пытаемся дать доступ широкому кругу инвесторов через свои приложения к таким инвестициям. Что такое «На шаг впереди»? С 2009 года мы предлагаем доступ к американскому фондовому рынку. В общем-то, мы были первыми, кто дал доступ в таком простом и доступном виде, как он есть сейчас, фактически 10 лет назад. Дальше в 2013 году мы первые, кто начал говорить о криптовалютах, широко и призвали в них инвестировать. В 2017 году случился хайп. И, пожалуй, в IPO мы с 2015 года инвестируем сами, инвестируют наши клиенты. А сегодня и к нам, и к вам, скорее всего, приходят новички, еще ни во что не инвестирующие, со словами «Я слышал, что можно на IPO заработать». Вот мы все время пытаемся находить такие новые вещи и давать к ним доступ своим инвесторам. Сегодня мы считаем, что актуальная и горячая тема – это при IPO, это акции частных компаний. Вот все это мы пытаемся или, точнее так, предлагаем через свою платформу – unitedtraders.com. Вся эта конструкция не помещается в брокерскую лицензию, поэтому нас нельзя называть брокером. Мы себя называем инвестиционной платформой, но такое слово как «брокер» периодически проскакивает в словах United Traders, и это связано в первую очередь с тем, что мы когда-то начинали как компания, предоставляющая сервис для профессиональных трейдеров, а впоследствии к нам начали приходить все менее профессиональные инвесторы с целью создавать свои портфели и их всячески выращивать. Они называли нас максимально знакомым словом «брокер», а мы сейчас, в свою очередь, под влиянием инвесторов идем в сторону получения брокерских лицензий. Пока я не готов говорить о каких-то конкретных вещах, но я думаю, скоро мы об этом скажем. Это, наверное, осложнит взаимодействие с нами за счет процедуры ML, KYC, но посмотрим, как это все будет работать. В любом случае будем опираться на интересы наших инвесторов. Ну, от KYC, anti-money laundering мы никуда не уйдем, поэтому придется потерпеть. В конце концов, если захочется инвестировать в интересные инвесторешения, то, ну, я думаю, инвесторы справятся, вы им поможете. Кстати, вот вы сказали, что сейчас при IPO это интересно и так далее. Мы про это поговорим. Хотелось бы, скажем так, услышать умные мысли на тему того, а как вы сейчас вообще оцениваете ситуацию в мире и вокруг, потому что она нетривиальна. С одной стороны, вот если мы встретились 18 марта, когда вот все упало, как это Наташа мы все уронили, как это про котов, то, естественно, было бы достаточно легко сказать, но берем все и нормально все хорошо. Но сейчас рынки отросли уже и многие позиции торгуются дороже, чем до вот этого обвала ковида, если мы говорим про акции. Облигации в силу тренда на обнуление не только в нашей стране, имеют доходность, ну, абсолютно неинтересно, если мы не берем какие-то высокорискованные. Золото штурмует вообще исторические максимумы. И куда крестьянину упадаться? Как вы оцениваете вообще нынешнюю ситуацию в мире, что интересно, что неинтересно, какие тренды видите, а потом уже будем говорить отдельно по инвестидеям? Это вопрос постоянный, заходить ли в рынок? Да-да-да. А не поздно ли заходить ли в рынок? А не рано ли, не поздно ли? А вот сейчас пандемия, а вторая волна будет, а в Америке выборы. Они были и опять будут. А в России выборы, а война, нефтяной кризис. Всегда есть какая-то причина, которая останавливает инвестора от того, чтобы в рынок войти. И поэтому возникает вопрос, вообще мы сейчас на какой вопрос пытаемся ответить? На вопрос, какую инвестицию добавить в свой портфель? Или настал ли тот момент, когда я создам такую сущность, как мой инвестиционный портфель? Я думаю, что нужно ответить на два этих вопроса, потому что многие, как вы справедливо ответили, они думают, то есть они уже морально созрели, я хочу инвестировать, потому что все понимают, что в кризис, в период нестабильности инвестиции делать это как раз интересно. Но они начинают отвечать на вопрос, а куда? И думают, наверное, надо подождать. Это как, вот о чем говорят мужчины? Надо подождать. Чего? Ну просто надо подождать. И мы все равно будем чего-то когда-то ждать. Выборы пройдут, еще чего-нибудь будем ждать, потом предновогоднего ралли надо подождать, потом начало года надо подождать, потом отчетности надо подождать, потом второй квартал отчетности. Ну и так можно никогда не начать. Поэтому есть ли вообще такое понимание, как начать время или не время? И если сейчас все-таки человек понял, что да, то какие инвестиции, с вашей точки зрения, какие хотя бы направления вам представляются интересными? Потом поговорим детальнее для консерваторов, для агрессоров. Вот вопрос второй, когда, собственно, начинать вообще создавать свой инвестиционный портфель? Вот прямо сейчас, потому что конъюнктура никогда не меняется, всегда есть какие-то страхи и ограничения, ну, точно так же, как возможности. Поэтому начинать нужно сейчас. Это большая философская идея про то, что инвестиционный портфель, он должен быть у каждого, а денег быть не должно. Вот это та идея, которую я пытаюсь транслировать, где могу. Все активы, квартиры, машины, дачи, деньги на банковском счету, депозиты, почему вы улыбаетесь? Ну, это просто классическое перечисление тем и финансовых целей, которые мне чаще всего клиенты называют. Я хочу квартиру, машину, дачи, и все. А, то есть у них их нет? Да. Причем, когда потом поговоришь, понимаешь, что и не надо. Ну, хорошо. Представим себе, что их нет, допустим, есть совсем немного денег на банковском счету. На самом деле, неважно, человек с миллионными состояниями или с небольшой суммой денег на карточке, это примерно одна и та же ситуация. Нужно поменять сознание, нужно понять то, что мировая экономика где-то там есть, она развивается, растет там ВВП какой-то. А ты думаешь, как же мне создать пассивный доход. Вот проводочек пробросил к этой мировой экономике, она будет тебе создавать твой пассивный доход. А потом уже будешь придумывать, как же сделать этот пассивный доход больше и эффективней. Так вот, прямо сейчас можно начать с самого простого какого-нибудь инвестиционного инструмента. Не знаю, S&P 500, купили ETF и смотрим на него. Разобрались в первом вопросе, что вот я сделал действие и деньги начинают каким-то образом мне поступать. И во втором вопросе надо нажимать вот такие кнопочки, такие кнопочки и такие-то циферки из этих кнопочек рождаются. Вот эти две простые вещи с ними разберемся и это нужно сделать сейчас. И тогда мы станем причастны к той самой мировой экономике. А уже следующий вопрос, какие инвестиционные идеи в портфель добавлять, какие убирать. В принципе, это нужно делать постоянно, постоянно нужно быть открытым ко всему новому. Причем это общежизненный принцип. Инвестиции приходят из каких-то вещей просто за окном происходящих. Не знаю, какие-то тренды банальные из повседневной жизни типа ТикТока. Ну да. Но это же инвестиция. Ну, очевидно. Вот такие вещи. То есть я не разбираюсь в инвестициях. Я сейчас вот о таком, допустим, возражении говорю. Да разбираешься, ты каждый день с ними сталкиваешься. ТикТок, не знаю, те же самые криптовалюты, не хочется о них упоминать. Каждый раз с какой-то периодичностью к вам поступают инвестиционные идеи из вашей повседневной жизни. Вот точно такая же история с коронавирусом. Все упало. Давайте купим рынок. Вот только здесь актуально говорить о том, что давайте купим рынок. Потому что что такое рынок? Это некоторое усредненное значение стоимости всех акций. Ну, как правило, это выражается в индексах S&P 500, ETF на него или индексы любых других стран. Прямо сейчас не актуально. Прямо сейчас инвестиционная идея покупать рынок не актуальна. Но, возможно, у вас есть инвестиционная идея второй волны коронавируса. Хорошо, имейте условные акции ТикТока в своем портфеле. Имейте шартовый ETF на рынок. И это абсолютно равноправная идея. Не нужно ставить для себя вопрос «заходить в рынок». Нужно ставить вопрос «равные инвестиционные идеи». Находите их. Если, например, мы говорим про консерватора. То есть человек, который, в общем-то, начинает интересоваться инвестициями, был на депозитах и теперь видит следующее. На депозиты с 2021 года налог на процентный доход с превышением определенной суммы. То есть помимо того, что по депозитам и так доходность убилась из-за снижения ставок, еще и если там крупная сумма, это будут налоги, то есть доходность будет еще ниже. По облигациям налоги с 2021 года доходность будет еще ниже. Налоги плюс ставка. И если человек не готов слишком рисковать, то в плане каких-то консервативных вариантов, куда сейчас, как вы думаете, человеку можно разместить капитал, если он все в какие-то более агрессивные инвестидеи размещать пока морально не готов или у него там такие цели, что он не может себе позволить рисковать. Видите ли вы какую-то альтернативу вкладам, облигациям? Может быть, это какая-то комбинация интересных активов? Или окей, пусть будут консервативные инструменты, доходность будем догонять за счет интересных инвестидей? Так тоже бывает. О каких инвесторах мы говорим? О тех, которые все-таки имеют квартиру, машину, дачу и свободные деньги на банковском счету? Да, свободные денежные средства. Ну, допустим, это облигации. Ну, допустим, это S&P 500. Но я вообще не понимаю, кто такие консерваторы. Это люди, которые боятся инвестировать. Это люди, которые боятся, потому что не знают, как устроены какие-то инструменты. То есть, человек остается консервативным, значит, он вот за этой мировой экономикой не успевает, значит, за инфляцией, за ВВП, за снижением покупательской способности денег он не успевает. Оставаться консервативным, значит, проигрывать. То есть, это просто плохая цель. Я хочу оставаться консервативным. Либо это может быть осознанной целью. Если мы очень хорошо понимаем, что наша цель исключительно сохранить деньги, мы готовы к тому, что их покупательская способность постепенно тает. Мы их размещаем на депозите в Швейцарском банке под ставку минус 0,5 годовых. И нас это устраивает. Вот важно понимать, что консервативным оставаться это максимум, сохранить деньги. И прямо скажем, я плохой собеседник для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Ну, облигации. Ну, какая-то... Это неинтересно. Тогда к интересному, тогда к агрессивным инвестидеям. Ну, вы сказали, что, наверное, сейчас не совсем время, может быть, прям час закупаться СНП на все деньги. Если мы говорим про агрессивные идеи, что сейчас интересного? Может быть, какие-то нишевые истории? Может быть, мы говорим про какие-то интересные инвест-решения? То есть не инвестидеи, чьи акции конкретно купить, а про какие-то новые продукты. Может быть, не новые. Что сейчас могло быть интересным, когда все довольно высоко, но в то же время сохраняется вот эта нестабильность. Где вот эту альфу можно попытаться нащупать и сделать какую-то интересную доходность? Когда уже 18 марта прошло? А что 18 марта было? Падение серьезное на рынках, обвал достаточно серьезный, что-то такой отвесный. А потом все довольно быстро отросло. Если мы говорим про традиционные активы типа акций и так далее. Но сейчас, например, человек смотрит, если бы я 18 марта вложился, в годовых я мог бы заработать 20%, 30%, 40%. Хочу столько же. А сейчас нет этого провала. Где сейчас можно интересную, агрессивную доходность заработать? Ну, там, 20 годовых, может быть, больше. Какие есть варианты для таких людей? Для того, чтобы заработать вообще на таком падении, нужно находиться в состоянии готовности к этому падению. Это правда. И, по-моему, это важнее. То есть я все-таки попытаюсь вернуться к предыдущему ответу. Не нужно задаваться вопросом покупки рынка. Да, может прилететь такая инвестиционная идея. Так может сложиться ситуация, что можно будет очень выгодно купить аж рынок, аж S&P 500. Но в целом это редкая возможность. Мы ее допускаем, отложили в сторону. Это одна из наших потенциальных инвестиционных идей. Классно искать разные инвестиционные идеи в секторах, в акциях или, возможно, в природе активов. Сейчас поясню, о чем речь. Ну, сектора и акции понятно. Ну, если какие-то очень хочется рекомендации услышать, я там банально за каннабисом слежу. Вот его покупал акция каннабиса. Я поняла, что акции. Да. Ты камень аут, да. Самая последняя сделка – это Virgin Galactic. В целом, вообще, космическая индустрия. Она меня просто вдохновляет. Но Virgin Galactic – это, в принципе, компания, которая первая – это пионер в области коммерческой космонавтики. Не SpaceX, а они. Они сильно проиграли в какой-то момент SpaceX за счет того, что люди разбились, отложились все запуски. Но классная компания, классная идея. Тут дисклеймер. Это мои инвестиции и… Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, да. Совершенно верно. Так, и вот такие вот, как их называют, пики. Вот это то, что периодически вы должны подтягивать. Вот получили что-то от меня, какие-то идеи можете использовать, можете не использовать. Дальше. Я уже говорил о том, что мы считаем, что при IPO – это тренд, и именно туда смещаются деньги. Почему так происходит? Почему мы считаем это трендом? Что такое биржа? Что такое IPO? Биржа – это некая структура, где происходит обмен акциями. IPO – это процедура, которая позволяет или когда-то позволяла привлечь капитал в частную компанию за счет размещения ее на бирже. А последние тенденции трансформируют биржу или процедуру IPO в экзит для инвесторов частных компаний, для венчурных инвесторов. Мы имеем ситуацию, когда венчурные инвесторы, понимая, что на бирже можно продать акции частной компании большому количеству инвесторов, используют эту возможность по максимуму, компанию раскачивают все больше, когда она является частной, а на бирже вводят уже максимально дорогую компанию. А там ее разбирают инвесторы, которые получают все меньше дохода от роста публичной компании после размещения. Это тенденция последних 20, скажем, лет. Соответственно, что мы хотим сделать? Мы хотим пойти на шаг раньше к этим венчурным инвесторам и оттуда откусить немного прибыли. Соответственно, мы идем к компаниям на стадии при IPO. Это еще частные компании, но они уже такие же крупные, как многие компании на бирже. Они стоят сотни миллионов и миллиарды долларов. И единственный риск при инвестициях в такие компании, который остается, это невозможность или сниженная возможность инвестировать, выйти из инвестиций по сравнению с инвестициями на публичном рынке. Ну да, ликвидность может страдать. А сколько обычно времени может проходить между инвестициями на стадии при IPO до того, когда компания выйдет на IPO, станет ликвидной и можно будет реально, простить за это слово, обкэшиться? Хорошее слово. Наверное, есть смысл немножко вообще про стадии сказать, чтобы понять, что такое при IPO. Вот есть частная компания, стартап, созданный в гараже, амбициозными молодыми или не такими молодыми ребятами, а, допустим, имеющими опыт в гугле. В какой-то сфере, да. Да. Создается компания, в среднем она за 10-12 лет становится публичной. Раньше это было 6-7 лет. Вот как раз та самая разница. Компании все дольше остаются частными. Они проходят принципиально плюс-минус три стадии. Ранее это стартап, это питчинги, это пресид-раунд, сид-раунд, это работа с акселераторами, это создание продукта, это какая-то кристаллизация вообще бизнеса. Средняя стадия – это масштабирование бизнеса, это привлечение все большего количества денег, это выход на новые рынки, запуск каких-то новых продуктов. Иногда это поглощение более мелких компаний для того, чтобы купить их технологии. И та самая поздняя стадия, когда компания уже крупная, она уже, в общем-то, по старым принципам готова выйти на IPO, привлечь максимальное количество денег и развиваться как публичное. Но можно оставить ее на стадии частной компании. Вот она стоит, допустим, миллиард. А можно на стадии частной компании разогнать капитализацию до 20 миллиардов. А потом разместиться на бирже. Ну, естественно, для венчурного инвестора это выгодно. Естественно. Потому что, ну, понятно, цифры говорят для себя. А вот в эту стадию мы и хотим вклиниться. Что, собственно, мы и делаем. Последние несколько лет на платформе у нас эти продукты есть. Теперь еще более мелкий фрагмент этой поздней стадии при IPO. Плюс-минус мы стараемся целиться в такие компании, которые должны выйти на IPO в течение одного-трех лет. Есть какие-то факторы, говорящие о том, что компания к IPO готовится. Например? Самые яркие – это найм финансового директора, который в какой-то другой компании вывел ее на IPO. Ну, то есть IPO – это некая процедура, которая связана с финансовой отчетностью и вообще готовностью компании реагировать на конъюнктуру рынка. То есть понятно, что нужно подготовиться, вывести компанию на биржу, но, помимо прочего, еще и когда компания торгуется на бирже, появляется огромное количество людей, которые хотят на нее повлиять и Илона Маска потыкать в том, что он неправильно бизнес делает. То есть вся эта процедура, по сути, отвечая на вопрос, один-три года инвестиции в при IPO. Мы заходим в эту компанию, через один-три года она выходит на биржу, там можно продать акции, плюс локап-период – это тот период, в течение которого акции на бирже продать нельзя. Ну, то есть, тем не менее, это все равно в среднем один-три года. И есть нюанс. В силу того, что рынок развивается, мы не единственные, кто эту штуку инвестиций в частные компании всячески развивает. В Штатах сейчас есть какое-то количество модных стартапов, которые тоже эту идею заявляют, и совершенно точно в ближайшие пять лет мы увидим бурный рост, бурное развитие этого рынка. Будут приложения, будут простые интерфейсы для доступа к таким инвестициям. Я хочу сказать о том, что рынок развивается, совершается все большее количество сделок на вот этом частном рынке, и за счет этого растет ликвидность. Таким образом, повышается возможность для выхода инвестиций из инвестиций еще до IPO. То есть, компания, пусть она на стадии при IPO, пусть IPO откладывается, но мы можем выйти еще раньше. Цена при этом может вырасти. Если мы говорим про отсев, то где вы эти компании ищете? Это какой-то акцент на определенный сектор или нет? И, собственно, как вы вступаете в разговор с менеджментом, чтобы понять вообще их планы, как вы мониторите найм этих финдиректоров? Это, условно, вся процедура отбора этих компаний. И как вы оцениваете, самое главное, потенциал, насколько это может банально вырасти? И потом будет вопрос, с какой суммой примерно туда можно заходить частному инвестору. Так, попробую по порядку. Как мы отбираем компании? Да, отбор. Ну, понятно, что это некая Кремниевая долина. Мы почему там сосредоточились? Потому что это то место, где есть система развития компаний на инвесторские деньги. При этом эта система находится под надзором такого регулятора, как SAC и, понятно, других регуляторов штабских. Это главное. Дальше. Это место, где развиваются технологические компании. К сожалению, это царь горы в мировой экономике. И они уже, ну, известно, что везде пытались повторить. Там в России, в Китае такие локальные зоны. Но, тем не менее, Штаты пальму первенства явно не уступят. Ну, хедлайнер, что говорить. Поэтому, конечно, мы в первую очередь ориентируемся на технологические компании. Но есть еще одна штука. Мы ориентируемся на компании, которые создают новые рынки. Это в том числе еще одно преимущество по сравнению с публичными компаниями. Самая последняя история – это Лимонад. Компания Лимонейт. Если очень просто, это страховая компания. Но, на самом деле, это не совсем так. Эта компания построена на… Основная фишка – искусственный интеллект. То есть, некие алгоритмы, которые создают индивидуальные страховки. Назвали их индустрию InsureTech. По аналогии с FinTech. Это первая компания в этой вновь появившейся индустрии. Это пример попроще. Пример более глобальный. Это Hyperloop, например. Чем занимается? Hyperloop – это такая штука, как раньше в банках была. Такие трубы. А по ним кассиру прилетают капсулы, с которыми он достает бумажку. Можно только в кино такое увидеть. Ну, кстати, да, где-то еще в банках я тоже видел. Но отделение банков существует. Не только Тинькофф существует. Это еще в банке такие здания. Еще они есть, да. Куда люди входят, да-да-да. Короче, что это такое? Это транспорт будущего. Это наземная труба, по которой передвигается капсула с пассажирами в вакууме. И за счет этого, за счет того, что это труба, там можно создать относительно безвоздушное пространство. То есть вакуум. Ну и скорость передвижения капсулы в такой трубе сопоставима со скоростью самолета. Короче, быстрый транспорт. Virgin Hyperloop, один из лидеров в этой гонке, в первых проектах такого транспорта. В Дубае они должны построить первую свою, как это правильно назвать, дорогу. Небольшой кусок, который будет функционировать для первых пассажиров. Ну то есть это абсолютно новый рынок, абсолютно новая ниша. И вот такие вещи мы пытаемся искать. Естественно, хороший пример это SpaceX. Но SpaceX тоже это уже не бизнес, это уже религия. Ну да. Тем он еще лучше. Вот, пожалуй, технологии плюс абсолютно новая ниша. Это то, на что мы смотрим в следующем пункте при отборе акций. Дальше это, естественно, стадия при IPO. Ну и на последней стадии мы оцениваем точно так, как в случае с IPO. Это какие-то финансовые показатели, мультипликаторы сравнительные, анализ с публичными компаниями, если это хоть как-то возможно. И принимаем решение о том, чтобы разместить их у нас на платформе и дать доступ инвесторам к этим инвестициям. Пороги входа примерно? Там все очень просто. Это стоимость одной акции. Но есть одно но. У нас на платформе можно прийти, зарегистрироваться, завести деньги и инвестировать в эти акции от одной штуки. Будет сложность. Вы не сможете выйти в течение одного-трех лет. Если вы захотите, теоретически такая возможность есть, но в силу того, что рынок неликвидный, процентов на 15 дешевле придется акции продать от текущей цены. Цена, соответственно, меняется крайне редко по сравнению с ценой на бирже. Какие-то события произошли. Новый инвестиционный раунд, большая сделка на рынке, которая позволяет как-то индикативно оценить цену. Но, тем не менее, это скидка в 15%. Достаточно все просто происходит точно так же, как с биржевой торговлей. Есть опция для инвесторов от 100 тысяч долларов. Там можно войти напрямую, получить напрямую владение акциями частной компании. Как это делается? Создается нами компания в штате Долавер. Создается в ней такая структура, такая конструкция юридическая, как SPV. Single Purpose Vehicle. И эта конструкция подразумевает то, что в нее могут зайти несколько инвесторов, скинуться деньгами и инвестировать деньги в акции частной компании. И так они становятся их владельцами. Точно так же, по сути, мы и для платформы акции покупаем. Мы наряду с такими инвесторами входим в SPV, а дальше транслируем интерес на инвесторов нашей платформы. Соответственно, хотите владеть акциями, заходите в SPV от 100 тысяч долларов. Хотите, чтобы было просто удобно с простым интерфейсом и минимальным чеком, заходите через платформу. Это фактически десятки долларов за одну акцию. Это и есть порог входа. Не совсем корректно, вот мне не нравится говорить о пороге входа стоимость одной акции 10 долларов, потому что плохо говорить о портфеле без диверсификации. Ну это понятно, конечно. Из 4 из 10 долларов мы не будем говорить, что надо на все. Давайте говорить о портфеле, там какие-то тысячи долларов, чтобы составить нормальный диверсифицированный портфель, такой полноценный. Комиссии... За покупку, за возможную продажу. Самая ключевая комиссия, это то, на чем мы зарабатываем, это success fee. Это 20% в среднем, но она может меняться в зависимости от инвестиции. Success fee, что это значит? Это значит, что если вы купили акции по 10 долларов, продали их по 30 долларов, вы заработали 20, мы хотим с этого забрать 20%, то есть 4 доллара. Таким образом, вы на 10 долларов заработали 16, а мы 4. Есть комиссии на вход-на выход, это порядка, допустим, 3% на вход, полупроцента на выход. Как правило, это те комиссии, которые покрывают наши косты на эти сделки. Но, соответственно, инвестору нужно их платить. И, как я уже сказал, это не совсем комиссия, но это то, что инвестору придется заплатить в случае досрочного выхода. Это порядка 15% снижения цены за досрочный. Здесь, получается, не будет открытия счета за рубежом, и поэтому это хорошая тема. Я еще смотрю с точки зрения валютного регулирования, валютного контроля, потому что, когда открывается за рубежом банковский или брокерский счет, это еще отдельный пул с отчетностью. Поэтому такие инвестиции, они достаточно просты с точки зрения еще и документа оборота. И, получается, я понимаю, что это глупый вопрос про среднюю доходность, но какие-то ориентиры, сколько это может составлять, потому что должна быть какая-то сопоставимая доходность за затраты и за условную неликвидность. Я бы сравнивал так. Ну, во-первых, мы все инвестируем в IPO. Вы инвестируете в IPO? Да. Я тоже инвестирую в IPO. На какую доходность мы ориентируемся? Наши бэктесты, вот это не совсем свежий бэктест, но типа там полуторагодичной давности, он мне давал ориентир в доходность 30% годовых. Все мы сталкиваемся, инвесторы в IPO, с такой проблемой, что мы не можем все деньги разместить в эту инвестицию из-за того, что есть некая локация, из-за того, что много инвесторов пришли и хотят на этом заработать, всем достается равная доля, но не на всю сумму, которую хотят люди вкладывать. Таким образом, наша доходность средняя по IPO снижается. И вот я бы оценивал разницу в доходности с IPO в первую очередь за счет пропорционально аллокации. То есть в IPO мы получаем, скажем, аллокацию 20%. Ну, как пойдет, конечно, да, но да. Ну, допустим, 10-20%, ну, можно оценить 50%, прям консервативно возьмем. В случае с акциями частных компаний мы всегда покупаем на 100%. Да, понятно. Это важно. Вот как минимум за счет этого доходность выше, чем в IPO. Следующий шаг – это то, что мы покупаем до IPO. И, значит, мы можем претендовать всячески на цену ниже, чем на IPO. Естественно, да. Вот здесь еще добавляется такая опция. Насколько? Статистики. Не могу привести, но очевидны два фактора, которые фундаментально говорят о том, что это выгоднее, чем IPO. Интереснее, чем IPO. Да. Если мы говорим про OTC, то есть какое-то отличие с pre-IPO? Over the counter. OTC, да. Почему? Вообще в нашем… У нас на платформе OTC – это имя собственное. То есть по аналогии с Over the counter, рынком, таким внебиржевым рынком, мы назвали акции частных компаний на всех остальных стадиях, ну, правильно, наверное, сказать, на стадии средней, между средней и pre-IPO. Это чуть более молодые компании, про них еще нельзя сказать, что они вот-вот выйдут на IPO. По сути… На какой вопрос я отвечаю? Что есть OTC и в чем отличие с pre-IPO? Да. Разница в том, что OTC мы называем компанией, которая выйдет на IPO чуть позже, чем через год. Если для pre-IPO мы говорим о том, что до IPO остается один-три года, то здесь мы говорим точно, что здесь точно больше года. Но мы его ожидаем IPO. А если мы говорим про инвесторов, которые все-таки хотят еще поучаствовать в IPO в том числе, то исходя из вот вашей статистики, вы же тоже даете доступ на IPO. Во-первых, изменился ли в течение ковида как-то этот рынок? Ну, может быть, какие-то компании нетривиальных сфер начали выходить на IPO чаще, чем это было до ковида? И, может быть, как-то по доходности что-то поменялось? Может быть, какие-то здесь… Что с рынком IPO сейчас происходит? Он интересен? Какие изменения? Ну, ковид, естественно, всколыхнул область биотехнологий. Естественно, огромное количество компаний побежали на IPO, потому что конъюнктура, тренд, можно привлечь денег для тех компаний, на которые не обратили бы, скажем, внимание полгода назад. Так. Понятно, что стало появляться много биотехнологических компаний в ряду IPO-шных, но я бы к ним относился аккуратно, потому что здесь, по-моему, есть значительная доля хайпа. В остальном, что касается доходности, ну, как минимум, статистики еще нет. То количество компаний, которые вышли на IPO по окончанию коронавируса, пандемии, это просто статистически незначимое еще количество. И говорить о том, что доходность увеличилась или уменьшилась, просто некорректно с точки зрения статистики. Но хочу обратить внимание вот на какую вещь. Вообще, IPO и коронавирус. В период пандемии IPO не было. И это очень интересная вещь, которая тоже заложена в природу инструмента. IPO – это такая штука инвестиционная, которая связана с круговой порукой. О чем я говорю? При IPO у нас есть несколько субъектов, которые участвуют во всей этой процедуре. Это компания, допустим, даже так, это менеджмент компаний, это инвесторы ранних стадий, это биржа, это андерайтеры, и это массовый инвестор на бирже. Всем им выгодно, чтобы каждая IPO становилась положительным. То есть после размещения акции не падали отвесно, как это происходит часто с китайскими компаниями, потому что им наплевать, что там будет после них. А вот в Кремниевой долине – это такая система, где она самоподдерживающаяся. андерайтерам выгодно, чтобы компания разместилась хорошо, и к ней пришли новые компании, чтобы она их размещала на бирже. Бирже выгодно, чтобы довольны были все участники торгов – брокеры, клиринг-фирмы и, естественно, трейдеры-инвесторы. Компании, менеджменту выгодно, чтобы после размещения на бирже говорили только положительно и не мешали им работать. Ну и самое главное – венчурным инвесторам, которые в этих акциях давно сидят, важно, чтобы компания подросла, у нее была ликвидность, и они в любой момент имели возможность из нее выйти, если они остались еще в акциях. Вот в силу этого IPO происходит тогда, когда конъюнктура рынка благоволит тому, чтобы все росло. Получается так, что в природу IPO зашито тот факт, что оно будет расти. Если мы говорим про компании, которым интересно, что будет дальше, про Китай, оговорку, да. Ну да, естественно, оговорки есть, исключения из правила есть. Ну вот, допустим, когда мы говорим про Кремниевую долину, это прям очень такой… Мы фильм тут снимали перед коронавирусом. Дудя, наверное, многие смотрели. Вот мы случайно получилось, буквально после него поехали по тем же местам снимать фильм для наших инвесторов про то, как работают компании в Кремниевой долине, как они привлекают деньги, как развиваются, как все это происходит. Ходили прям по тем же местам, брали интервью практически у тех же людей. Скоро выйдет. О, это, кстати, интересно. Надо будет мне тоже на канале ссылочку разместить, как выйдет под этим интервью. Так что обязательно. По поводу IPO. Если инвестор хочет все-таки на этапе IPO поучаствовать, то какие здесь есть тонкости? И United Traders дает доступ вообще, в принципе, ко всем IPO? Или все-таки дает рекомендации? Вот здесь мы рекомендуем участвовать, вот здесь нет? Или вот прям, пожалуйста, welcome, налево, направо, чего угодно? Мы, естественно, постараемся отбирать, оставляем только то, что наши аналитики посчитали интересным. Ну, то есть, в первую очередь, обращаем внимание на какие-то показатели, ну, как это? На какие-то метрики, которые можно сравнить с компаниями уже публичными. Исходя из этого, мы делаем вывод, компания либо будет расти, либо не будет расти. Оставляем только то, что нам интересно. Все. Процедура для тех подписчиков, которые, например, еще пока не в курсе. Процедура какая? Ну, по шагам расскажу. Все предельно просто. Заходим на сайт, регистрируемся, смотрим, что есть из доступных инвестидей. Важно то, что IPO появляются очень на короткий промежуток времени, и есть смысл заводить деньги на счет и ждать, когда IPO появится. Происходит это как? Компания подает заявку в Security Exchange Commission о том, что она собирается провести IPO. И между тем, как эта информация становится публичным и тем днем, когда IPO происходит, как правило, всего несколько дней есть. Вот в этот момент мы публикуем у себя на сайте эту инвестиционную идею, и у инвесторов есть, как правило, условно три дня в среднем на то, чтобы эти деньги отправить на участие в IPO. Инвестор, предварительно пополнив счет, отправляет заявку на участие. В день IPO мы понимаем, сколько мы получили акций, и сколько мы можем протранслировать на наших инвесторов. Соответственно, инвестор видит то, что я подавал заявку на X денег, получил 10% от подной заявки. 90% возвращается ему на счет, а на 10% у него появляется инвестиция в IPO. Ну, скажем, вот акция того же Lemonade, для примера. 90% у него остается, он может ждать уже новых IPO и в них вкладывать. А Lemonade у него висит, он видит, как изменяется цена, и в течение трех месяцев он это дело наблюдает. Три месяца – это тот самый локап период, пока продать акции нельзя по правилам биржи. Спустя три месяца инвестиция закрывается по текущей цене на бирже, и он видит прибыль, с него списываются все комиссии, деньги, инвестированные, заработанные прибыли возвращаются к нему на счет. Есть еще один нюанс, про который стоит сказать. Это досрочный выход. В течение этих трех месяцев выйти вроде бы нельзя, но в силу того, что на бирже существуют какие-то инструменты, позволяющие профессионалам хитро с позиции поступить, чтобы ее закрыть фактически, мы позволяем выйти досрочно, не перекладывая на инвестора всю эту сложную процедуру с альтернативными инструментами. Выход досрочный стоит 10-15% в зависимости от возможностей на рынке, и доступен бывает, как правило, на самых крупных компаниях. На самых мелких недоступен, на средних 50 на 50, скажем. Ну, то есть, условно, если вдруг цена резкая пошла вверх, то можно зафиксироваться даже до вот этого лукапа до трех месяцев. Не всегда, но возможно. Ну, если есть возможность. В 40% случаев это возможно. По окончании трех месяцев обязательно продавать? Меня многие спрашивают. Или можно оставить бумагу и вот держать, 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 держать? В нашем случае инвестиционная идея закрывается, и фактически мы акции продаем, но при этом у инвесторов есть возможность в разделе у нас на платформе, который называется «Акции ETF» найти вот эту акцию. Ну и купить. И купить ее. Но надо понимать то, что это уже совсем другая инвестиционная идея. Я понимаю, ты не найдешь. И с IPO мы зарабатываем именно на вот этой конструкции IPO, деньги, привлечения, вот эта круговая порука, про которую я рассказал. А дальше речь уже идет о том, что эта вот инвестиционная идея, публичная компания, она вырастет, потому что Zoom вырастет, потому что теперь все пользуются Zoom из-за пандемии. Вот тогда, да. Ну дальше уже другие истории, как это оценивать. Если мы говорим про комиссии, то также 3 вход, success fee. 20% success fee. Боюсь ошибиться. По-моему, 3 у нас вход, 0,5 выход. Ну там, если ошибся, то не сильно. Ну, тоже за организацию вот этой всей инфраструктуры и так далее. В принципе, есть какие-то рекомендации, в каком количестве IPO надо за год поучаствовать, чтобы в среднем, с учетом неполной аллокации, был какой-то вменяемый, ожидаемый доход? Ну, в случае с нами нужно просто участвовать в каждом из тех, которые появляются у нас. По крайней мере, я лично делаю так. Статистика говорит о том, что делать нужно именно так. Любые попытки что-то проанализировать и что-то исключить, что-то оставить, это просто конкуренция с нашими аналитиками. Естественно, есть кто-то, кто может это сделать лучше. Я это делать не пытаюсь. Дальше вопрос насчет средней доходности чисто статистический. Сколько нужно инвестиций со средней доходностью 30% для того, чтобы получить доходность 30%? Математическая задачка, которую я сейчас не решу. Нужно совершенно точно больше, ну, это десятки, скорее всего, или сотни. Понятно, что мы при этом еще будем говорить о какой-то сигме в этой истории. Но это... Ну, не меньше, чем 10, это совершенно точно, потому что иначе банально, по теории вероятности, не получится при неполной аллокации выйти на всю сумму на ожидаемую доходность 30%. Поэтому это минимум 10 от 10, это вот совершенно точно. Да. Прям на поле. На выходе это говорит о том, что нужно закладываться, если вы начали инвестировать в IPO, нужно закладываться на то, что, ну, 2-3 года вы просто вкладываете во все, что есть, потому что этих IPO просто не так много, это не каждый день происходит. Вот сейчас, после коронавируса, есть какой-то бум, особенно он связан с биотехами, ну, их там, допустим, 10 было, но при этом есть, за прошлый год их сколько было, 25-30. Вот это в течение 2-3 лет у вас появится стабильная статистика, достаточное количество инвестиций, чтобы получать среднюю доходность. Вопрос. Если что-то случается с United Traders или, ну, там, иным каким-то участником, который дает вывод на IPO или там при-IPO, чем рискует инвестор? Если что-то случается с United Traders, вы имеете в виду просто банкротство. Ну, да. Обанкротились мы. Ну, ничего. Как это? Инвестор потеряет либо все деньги, либо их часть, но это риск контрагента, его любой инвестор при работе с нами несет, точно так же, как риск контрагента в том или ином виде есть при работе с любой другой компанией. Я рекомендую только не держать все яйца в одной корзине, это гениальная находка лучших инвесторов мира. Диверсификация наше все. Да, наука об инвестициях, к сожалению, не придумала ничего лучше, кроме как не держать яйца в одной корзине. Выбирайте разные инвестиционные идеи, инвестиционные идеи разной природы и контрагентов, которые предоставляют доступ к этим инвестиционным идеям. Если мы говорим про риски контрагента, то, естественно, надо иметь несколько контрагентов, это понятно. Вопрос. У меня очень часто подписчики спрашивают. А вот все брокеры дают доступ на IPO? При IPO понятно, это отдельная история. Но вот это к любому можно обратиться? Или все-таки нужен контрагент отдельно на IPO, при IPO? Или даже один на при IPO, один на IPO и один на обычный классический рынок? Ну, важно понимать, что вообще, в принципе, брокеры дают доступ к разным инструментам. Один брокер дает доступ к российскому фондовому рынку, другой брокер дает к европейскому, к фьючерсам, опционам, к американскому. То есть это просто разные брокеры на разных вещах специализируются. Вот мы специализируемся на том, что мы стараемся предоставить доступ вообще к разной природе инструментов и желательно к самым передовым. Кто-то на других инструментах. Лучше всего оттолкнуться от того, какую сумму денег вы готовы распределить по разным компаниям и плюс-минус держать один набор активов в каждой компании, если это возможно. Естественно, IPO предоставляют не все, при IPO вообще никто. Поэтому при IPO у нас, IPO у нас частично, акции публичных компаний у нас еще более частично. Понятно. Если говорить про там при IPO и IPO, у вас есть какое-то понимание, сколько процентов от портфеля примерно в эти инструменты можно размещать, чтобы это было разумно? Потому что многие наши подписчики, я заранее просто хочу задать этот вопрос, они, услышав про какой-то новый инструмент, сразу думают, надо на все деньги. Я ожидал, да, с другой стороны, что не надо много в новый инструмент. Нет, многие есть очень такие воодушевленные, серии, круто, на все деньги надо купить. Ну, да. Где вот эта грань разумного? Вот эта грань как раз, мы сейчас с этой проблемой сталкиваемся, естественно, потому что как получается? Новый инструмент, в него никто не приходит. В него прибегают люди вот с такими глазами, когда хайп, когда все, криптовалюты, биткоин по 20 тысяч нужно покупать. Надо брать на все, все желательно не на свои, конечно. Да, ну а дальше все это падает, и максимальное количество людей в итоге в количестве страдает. В деньгах зарабатывают люди, а в количестве страдают. Поэтому, ну, сейчас надо вот прям обратить внимание на при IPO, ну, начните с 10-20%, а дальше начнете понимать, как это под ваш портфель подходит. Ну, да, то есть не на все деньги, надо пробовать аккуратно, чтобы не прибегать с горящими глазами. С горящими можно, но все-таки разум отключать не надо. Гораза горят, разум холодный. Да, вот это очень важная комбинация. И последний на непозначение вопрос. В принципе, сейчас у нас в стране принят закон о новой категоризации инвесторов с 2022 года. Что вы думаете, повысится ли спрос на какие-то интересные зарубежные решения в связи с тем, что у нас нужно будет там дополнительное тестирование проходить, чтобы к чему-то иметь доступ? Изменится ли спрос на такие инструменты? Не изменится ли? Нет корреляции с этим законом? И какие планы у United Traders вообще, в принципе, на будущее? Вот да. Пожалуй, наши планы – это и есть ответ. Честно говоря, мы не следим за всем этим, потому что все усилия мы прикладываем к тому, чтобы выйти на международные рынки. Вот последний год мы всячески пытаемся проводим эксперименты с клиентами из Индии, из Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Южной Африки, Бразилии, Южной Кореи. Вот мы там пытаемся что-то сделать, чтобы у нас был диверситерный бизнес глобальный, чтобы мы как раз могли по тому же принципу развиваться, как те компании из долины, о которых я рассказывал. Вот это то, куда мы стремимся. И если для нас будет какой-то профит от этого нового закона, классно, будут убытки, мы найдем, как от этого не потерять. Это позитивный такой настрой, потому что в нашей профессии на финансовых рынках очень важно сохранить гибкость. И здорово, что United Traders дает доступ на нетривиальные финансовые инструменты, которые могут показывать какую-либо альфу, ну то есть дополнительную доходность, тогда, когда, казалось бы, традиционные могут не работать. Спасибо большое, что нашли время. Про все это очень детально и самое главное просто и понятно объяснить. Ссылки на все я, безусловно, под интервью поставлю. Ну а United Traders я, естественно, желаю большой удачи в реализации таких стратегических важных планов. Спасибо вам, спасибо зрителям, что посмотрели. Приглашайте еще. Обязательно.